здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях депутат совета депутатов городского округа люберцы сергей николаевич черкашин здравствуйте сергей николаевич здравствуйте николай здравствуйте уважаемые телезрители ну время пролетело довольно быстро смотрите совсем недавно новый год новогоднее настроение погода и мы с вами вот оказались можно как сказать неожиданно весна причем весна набирает обороты весна приносит определенные надежды всегда на но и какой-то степени в бытовом плане появляются не как некие проблемы с дорогами с видом здания с какими-то дворовыми участками и так далее очень те проблемы которые вряд ли исчезли из репертуара в рублю городского хозяйства но начать я хочу со следующего что все мы прекрасно понимаем что в этом году исполняется 400 лет городскому округу люберцы дата такая невероятная почему потому что одно дело когда там отмечается десятилетия вот или там с пятерочкой цифры тоже красиво но не так как 400 лет да это прям целый такой целые несколько эпох пережили люберцы я так понимаю что несмотря на мы конечно же поговорим о всех других вопросах которые сегодня существуют что-то идут какие-то работы посвященные 400 летию в каких каком направлении ну во первых у нас создан оргкомитет то который возглавил почетный гражданин города люберцы известный исполнитель песен лидер группы любые николай вячеславович расторгуев вот глава городского округа волков проводил пресс-конференцию по моему будет артас в котором были подробно затронуты ну так скажем рэперные точки проведения 400-летия поэтому ну год непростой как он будет еще праздноваться именно сам день города до конца непонятно до до конца непонятно потому что ситуация в стране непростая это должен не должно выглядеть как пир во время чумы конечно да но в то же время такое событие до грандиозное как 400 лет мы не можем остаться в стране и пройти мимо сейчас конечно город находится немножко в таком депрессивном состоянии хоть и весна наступила 0 листочков еще нет но вместе со снегом вы видите сошел и весь асфальт потому что достаточно сложный климат был этой зимой очень много было переходов через ноль и до сюда туда сюда это же не какая-то конкретная улица знаете подверглась из-за некачественного ремонта практически ну все системы рога за системное разрушение вот поэтому сейчас ведется ямочный ремонт не менее 250 ям ремонтируются и же они даже подсчитывается тогда они тоже почицы они оцифровываются и через суд управляю направляются в московской области все это находится на контроле а кто оцифровывает эти ямы дорожники то есть укажем каждой ямы есть координаты чтобы они могли не выглядел какой-то профанации деятельности за там а речь идет только о пользу не фотошопа и речь идет только о дорогах автомобильных или тротуар тоже входит в эту историю не узнаете как бы все асфальтовое покрытие подлежит рамок да конечно вот а после ямочного ремонта когда скажем атмосферной температуры стабилизируется уже приступит капитальному ремонту дорожного покрытия планируется да конечно почему потому что мы знаем что там греха таить и в москве есть я много езжу разные кстати не только москве в разных городах бываю есть всегда места которые по какому-то странному стечению обстоятельств вот они всегда что-то там как будто бы там кто-то живет под этой дорогой вот сколько и не делать сколько или не латай или по-новому не клади все равно она начинает видоизменяться я к чему веду то есть вот вы говорите ямочный ремонт где-то шон так и останется ямочно мы же не будем все дороги в люберцах сейчас укладывать заново ну есть у нас программа муниципальная программа это основные трассы и более в которую включены те или иные улицы есть специализированный дорожный фонд из которого можно потратить финансовые средства только на ремонт дорожного покрытия и кто-то контролирует этот вопрос что и мутовский корпус это вот кстати мы всегда говорим когда с депутатами да что депутат же помните про бюджет мы говорили с вами с вашими коллегами такой острый всегда вопрос потому что каждый депутат конечно же хочет для своего округа для своих так сказать избирателей но есть общая тема таша дороги соединяют как говорится округа и соединяют том числе депутатов я так понимаю что в этом работе в дорожной участвуют и депутаты совета депутатов и депутаты московской области московской областной думы и государственная дума тоже в этом участвует вы сейчас говорите про комиссию по безопасности дорожного движения вот говорю вот чтобы дороги были хорошим а какая же комиссия за нам надо консолидировать все усилия и на федеральном региональном уровне потому что у нас есть как дороги федеральной этот раз урал м5 которые претерпевают глобальные изменения и это опять же будет подарок 400-летию города они досрочно завершат по реконструкции но мы очень на это надеемся и губернатора в этом уверил поэтому никаких сомнений нету так это будет такой жирной рэперной . и потому что мы кроме того чтобы построить обход поселка октябрьский еще в это же время завершаться работы по строительству обхода старникова скажем так это дальше по новорязанке и все наши дачники которые имеют дачные участки по новорязанскому направлению они знают что такое доехать в пятницу и майские праздники некоторые по шесть по восемь часов едут но все равно вот жажда того чтобы приехали драчи напал из камчатка садить картошку там и еще что-то сделать пожарить шашлыки она все равно это вот превыше того чтобы стоять в пробках то концу года ситуация изменится настолько что от мбк до 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 пересечения луховицкого перекрестка поворот мазарайской светофоров больше не будет без светофорные движения сказать фантастика да да поэтому это такой прорыв прорыв вылетной магистрали урал м5 московского региона вот скажем направлении челябинск но вы же понимаете что коль мы говорим о дороге я не могу задать вам главный вопрос хотя это тоже совсем касается может быть депутатского корпуса но все равно под контролем октябрьский проспект ну я плавно хотел перейти на это да я заберу к ним акцентировать на том на хорошем трасса урал м5 является федеральным и это федеральный бюджет многомиллиардный то есть там даже сумму назвать достаточно тяжело сколько было потрачено реконструкцию данного участка дорог вот октябрьский проспект эту дорога регионального значения это бюджет правительства московской области также который входит в программу реконструкции в летных магистрали московского региона мы входим московский регион потому что человек выезжая из города москвы не должен ощущать какую-то разницу ну по крайней мере мы все к этому стремимся поэтому 2000 концу 2023 года вот те неприятные моменты которые сейчас у нас в центре города подземный переход через закрыт потому что происходит реконструкция расширение дорожного полотна но эти все этапы они прописаны и работа идут работают на о чем было не важны небольшое отставание от графика но я думаю что строительство наверстают опять же четырехсотлетие должно подхлестнуть наверно да наверное где-то приостановит работа все силы бросят на юбилейный город люберцы хорошо но это то что касается дорожного полотна понятно что есть дороги местного значения то которые непосредственно являются полномочиями местной администрации городского округа люберцы на которых предусматривается дорожный фонд есть у нас и областные программы в которых мы участвуем приходят субсидии вот поэтому максимально можно в общем-то после всех этих ну ближе к концу да уже наверно апреля дома я на майские там после майских уже дороги будут ну и я думаю то ощущение что вы жители обрага масли до обратили внимание что за последние годы достаточно большие участки дорог ремонтировались капитально когда заново перекладывается дорожные асфальтные покрытия ну и потом у нас по октябрьскому проспекту же строится ливневая канализация товар вся вся проблема разрушения дорожного полотна связано только с отсутствием нормальной ливневки сливая но размывает потому что вода оставаясь на асфальте ночью она замерзает и переходом с нуля там до минус 5 минус 7 градусов она разрывает асфальт и от этого никуда не уйдешь ну хорошо тут уже мы бы так скоро до гбдд дойдем но это вопросы гибдд а я хотел бы вернуться к другим вопросам что сейчас у вас на депутатском контроле с чем приходят люди ведутся ли прямые очные встречи если может быть в онлайне как вы работаете а вот мы сейчас совместим и гибдд и вопросы же давайте вот у нас есть такой переезд третий километр перегона люберцы яничкина но это всем известный переезд на 115 квартале на котором творится дорожная выкханалия потому что дзержинское шоссе перекрывается из-за того что когда переезд закрыт из крайней левой полосы водители пренебрегая правильного дорожного движения просто нарушают право до нарушают в заезжают и по встречной полосе к сожалению в режиме 24 7 поставить инспектора там невозможно там периодически дежурит на наши гибддд но такую чтобы режиме 24 7 сделать это невозможно и поэтому сейчас будут применяться уже решение такое принято остался вопрос финансирования министерства транспорта и дорожной инфраструктуры потому что это полномочия московской области об установке комплекса мобильной фиксации то есть будет нанесена специальная дорожная разметка которая нельзя пересекать можно но это будет стоить денег да если очень надо как на третьем кольце в москве она во все уже работает ну как у нас многие юристы говорят что если проблема можно решить за деньги это не проблема это расходы ну это достаточно дорого скажу так и систематическое нарушение право дорожного движения но приводит к более тяжким административным взысканиям но тут вы идете исходя из чтобы наказать а может как по-другому развязку сделать что-то закрыть что-то отменить или это невозможно смотрите долгосрочные планы даже там проект согласованные есть вы за на ново-рязанское шоссе через котельническую улицу круговое движение и так далее у нас один выезд есть улица южный который минуя метро выходит на ново-рязанское шоссе и такой же выезд можно сделать улице котельнической то есть в плане в проекте он есть осталось на это найти деньги все понятно поэтому лучше по найти деньги на камерах люди дело все в том что это решение ежемоментное решение данной проблемы потому что мы от нее никуда не уйдем переезд закрыть не можем хотя переезд имеет достаточно достаточно сложный ландшафтный рельеф почему зимой он очень тяжело эксплуатируется перепад высот и фуры не могут забраться потому что его даже перекрывают когда об обледенение происходит это очень сильно влияет на безопасность дорожного движения я думаю что со временем надо будет уходить от этого переезда потому что пересечение потоков и так далее ни чему хорошему не приведет ну понятно и да это конечно же не только для людей которые на машине но его ну сейчас же все-таки люберцы уже тут все ближе ближе москва аж называется дыхание которое уходит вообще от всего но скажем так заводского что ли подхода зоны то есть там где были переезды устроить дома и так далее но это уже как говорится время будущее понятно что проблема сложная но действительно если мы хотим хотя бы научить людей ну по правилам надо ездить по правилам другое дело что тут разметка мы же с вами понимаем вместе со снегом еще и разметка то вся ушла и как это будет считаться есть как будут чистятся дороги поэтому пока подождем как будет эта проблема решена вы ее озвучили спасибо вам за это может услышать те кто не хочет платить лишние деньги а ездить по правилам и быстрее будет этот элемент дороги работать еще с чем приходят ну приходит и с разными бытовыми вопросами в том числе вы знаете в этом году проблема была с уборкой снега не в плане отсутствия техники в плане действительно таких больших перепадов температур когда там за ночь обледенела такое количество дорог и просто убрать ее трактором было невозможным или сметом и так далее вот поэтому некоторые даже и дорожные участки были повреждены техникой при снятии вот этого ледяного наста так называемый который имел достаточно приличную толщину вот давайте здесь сделаем перерыв потому что предположим себе вот эту картину и вернемся в студию напомню что у нас сергей николаевич черкашин депутат это депутатов городского округа люберцы говорим о тех проблемах с которыми сталкивается депутат а значит сталкиваются жители городского округа люберцы эти проблемы нужно решать напомню что эта программа открытый диалог депутация депутатов городского округа люберцы сергей николаевич черкашин у нас в студии продолжаем разговоры так зима то есть техника сколько тоже вроде бы времени это происходит но есть тоже ну как одни и те же проблемы иногда кажется что мы решаем из года в год ну посмотрите у нас были участки скажем внутри дворовых дорог то где местные жители просили допустим положить лежачий полицейский так ну одна часть жителей хочет другая не хочет и всегда конфликт а половину жителей жители да вот но идя навстречу молодым мамам здесь детьми конечно лежачий полицейский это прежде всего безопасность это снижение скоростного режима движения внутри дворовым территориям но опять же при аномальных условиях вот эти вот лежачие полицейские превратились в непреодолимые препятствия для даже для транспорта внедорожного собственного будет поэтому и такие проблемы имели место быть но так мы работаем в рабочем режиме жить сейчас как прием осуществляется наш у нас на пятом округе прием плановый прием идет по расписанию первое и третье среда месяца кстати вот среда я после вас выдвигаюсь на прием населения мы первые у вас на приеме вот с 17 до 19 проводится очный прием на округе работают депутаты улами петрович ружицкий который является нас председателем совета депутатов сергей ваш не помнящий александр петрович мурашкин ну и ваш покорный слуга кто-то мы все вместе присутствуем когда-то там два-три человека но приема ведутся но это кстати удобно что вы не ну как команды работаете да они решаете потому что ну и мы же не нарезаем как контурную карту то есть большой участок который вы все вместе ведете меня же самое время мы всем избирательным говорим и в соцсетях о том что необязательно приходить на прием можно обратиться через социальную сеть в контакте у вас у каждого есть свой аккаунт даже если зайти на официальный сайт администрации в разделе совет депутатов найти своего депутата там есть ссылочка на вконтакте вы должны ответить вы же должны еще и конечно и мы все напишу а вы не заметите мы всем избирателям говорим что обращение на электронную почту в социальную сеть мы рассматриваем как личный прием гражданина и незамедлительно берем к рассмотрению ну если данное сообщение является анонимным то есть надо обязательно ставить какую-то обратную связь еще такой вопрос дворовые территории которые мы приблизились благодаря вашему рассказу сейчас тоже возникнет проблема ну там и деревья и лавочки что там может быть подгнило за зиму что там может быть под снегом было обнаружено и так далее понятно что кстати будут ли субботники еще объявлены какие-то как вот дворовые территории будут приводиться в порядок покраска что она должна быть традиционной субботники уже начались так я думаю что к дню рождения ламича ленина не без этого уже и город должен будет снять и сверкать да ну я думаю что жители тоже должны принимать какую-то а принимают вообще люди вот сами готовы выходить и без даже ну сверху сами видят что надо будет вы знаете я не могу сказать по всем по всей территории люберца но есть у нас отдельные такие участки как березовая ручь на улице космонавтов где люди с удовольствием когда ты это организовываешь на то есть на товарищей придите с граблями когда есть инвентарь есть перчатки есть мешки то и удовольствие усиление включается в работу ну помните это это в советское время это был как праздник до на субботник а сейчас ну немножко такая потребительская позиция у некоторых которые ну наблюдая с окна говорят мы платье вы там не доубрали здесь не доубрали хотя мы понимаем что субботник это добровольное участие в наведении порядка и засловно то есть они не оплачиваются концу апреля будет почище ну конечно же остаются проблемы с которыми люди приходят и как мы уже не раз говорили здесь нужна какая-то материальная помощь где вы наверное уже связывать с депутатами более высокого уровня у которых есть какие-то возможности тем не менее персональные личные дела вы наверно тоже участвуйте в них как все депутаты да когда нужно помочь решить проблему с устройством не знаю там в школе может быть какие-то проблемы или в садике или вдруг безработный человек ну или по старости что-то происходит с медикаментами приходят же люди ну в силу тех или иных причин некоторые просто даже не знают как грамотно обратиться через рпг портал госуслуги и сейчас уже начался прием документов для того чтобы устроить ребенка в школу так поэтому все кто видит этот эфир у кого дети уже должны в этом году 1 сентября пойти в школу могут приступить в армии заходите на мус рек и оставляйте заявку вот есть у нас семьи мобилизованных кого-то в детский сад надо устроить то есть как бы за ними следить и помогаете да у нас за каждым округом закреплено определенное количество семей но у нас на пятом округе 64 семьи которых боевые руссинки да попали под мобилизацию и мы с ними находимся на постоянной связи грамма работает политически встречаемся а вот перед кем сейчас отчет держит депутат ну понятно перед избирателями проводится у вас совещание когда вы например на сегодняшний день как встает дела в каждом из округов или вот командно отвечаете как что происходит на совете депутатов какие обсуждения идут и как часто сайты посадить отдельные депутаты они соответственно живут в 131 федеральном законе где они отчитываются перед населением раз в год ну у отдельных депутатов есть партийная дисциплина да есть специальный аккаунт называется избиратель депутат где надо выкладывать фото отчета своей работе края не они собственно говоря проверяются в том числе модераторами вышли на же стоящего то есть нельзя пойти там сделать фотошоп от фото зоне какие-то фотографии ну тем не менее это дисциплинирует наших коллег потому что кто-то действительно работает а кто-то ну создает видимость работы на слайдах это одно и то же но я скажу так что тяжело избраться второй раз если ты не работал в предыдущем созыве и наверно же не без их ну и хорошо работал в первом тоже нельзя плохо во втором работы ну наверно да ты уже живешь немножко другой парадига да да поэтому я оцениваю работу своих коллег достаточно эффективны и на данный момент по этим направлением мы понимаем также что совет депутатов это все-таки еще и коммуникация до коммуникатор ну такой мостик между жителями администрация есть возможность но определенные связи они всегда были в нашей стране когда какой-то вопрос может подвиснуть в воздухе и простой человек как вы правильно сказали даже не знает вообще кому идти с этим вопросом да какую дверь постучаться в какую дверь и не получить там знаете как у нас все таки бывает ты чё-то сюда пришел а с другой стороны есть моменты которые могут по щелчку что называется решаться потому что они яйца выеденного не стоит а сложные проблемы но у которых мы тоже обсуждали там кого федерального уровня или регионального уровня когда ну при всем желании и мы всем даже с населением городского права люберцы вряд ли сейчас постановим октябрьский проспект поэтому тут такая история но давайте вернемся я многим депутатам задавал этот вопрос в начале года хочу его сейчас тоже вам адресовать насколько люди чувствуют сегодня поддержку и насколько они идут не только у вас что-то просить но предлагают какие-то изменения например ну там понятно шлагбаум кто-то просит кто-то просит как-то но если какие-то инициативы которые помогают вам работать как депутату или пока все-таки больше потребительского отношения у жителей вы знаете очень много инициатив касаемых там май четырехсотлетия нашего города вот возникает предложение допустим в красково назвать парк именем ины чуриковой которые не начали да азиме 3 артистки которые в свое юношество правилами так там в красково на и памятник там есть но у нас есть еще территории которые топономических названий не имеют и имеет место быть соеди депутата должен включиться чтобы принять достойное решение тоже было потом у нас же в этом году еще один будет такой большой подарок это открытие мцд-3 да многие уже заметили что подвижной состав меняется и уже выходят новые поезда электрички и старенькие в ностальгии некоторые даже не понимают открывают карту в интернете там написано строительство метрополитена до 2030 года и смотрят там в красково будет метро это не метро это cd-3 который уже в этом году не в 2030 а в этом году уже заработает и можно будет от раменского доехать до зеленограда или кстати означает что количество населения будет увеличиваться потому что транспортная доступность позволяет людям искать здесь жилье переселяться и ну жить под подбрющий москвы скажем так и мы знаем некоторые проблемы строительства некоторых наших новых современных жека я к чему веду инфраструктура городская тоже тоже такой важный момент над ней работают депутаты какие нам нужны магазины какие нам нужны спортивные сооружения какие нам нужны я не знаю еще места для того чтобы что-то закрыть что-то открыть это же тоже как-то регулируется ну смотрите те территории которые подверглись комплексного освоению территорий она такие как микрорайон самолет и они как раз да да вот и там есть отставание по объектам инфраструктуры в плане медицины и они в ближайшее время обещались да да обещали сделать но все мы понимаем что учреждение здравоохранения не может функционировать без жителей поэтому сначала жилье и а потом за застройщиком так проще администрация на эти процессы только влияет тем что подталкивает и сокращает сроки ну то есть мы заканчиваем эфир на такой правильной ноте как и должны говорить с депутатами что есть над чем работать что работа ведется и как мы выяснили что приятно когда ни на ни один или даже не команда депутатов там пытается решать какие-то вопросы а все-таки жители тоже некоторые идут вам навстречу и все вместе беспокоятся о том месте где прежде всего живут я бы хотел еще пользусь случаем пригласить у нас 17 апреля 17 апреля будет открытие мемориальной доски нашему бывшему коллеги которому исполнилось бы 75 лет юрьевич сухову это директор бывший директор авторемонтного завода поэтому предварительно на 15 часов здание завода управления поэтому приглашаем всех принять участие в этом событии хорошо хорошо спасибо большое сергей качеркашин депутация это депутатов городского округа люберцы как вы понимаете сергей николаевич мы еще увидимся за вашего вопросов будет много всего доброго хорошей вам работы это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания